Итак, ребята, сегодня мы с вами будем героями известной вам сказки. Сказка называется как? Теремок. Поле чисел теремок, он не низок, не высок, не высок, он не узок, не широк, не широк, он не низок, не далек, не далек. Он просторный благодать, готов к множеству предметов, поселить, дам, ласкать, родным домом, числом стать. Скиталось по стране математики множество натуральных чисел, таких, которые при счете предметов применяются, а точнее целых и положительных числа скитаются. Знало множество, где ему обосноваться, где поселиться из-за дела применяться, долго ли коротко скитались, вдруг видят теремок стоять, рано до него поселить. Терем, ладно, аккуратно, и на вид, и на ощупь приятно. Постучалось множество натуральных чисел, где актуализмом, и да и спрашиваешь, кто-кто в теремочке живет, кто-кто в арифметическом живет, а в ответ тишина. Пусть и ремонт, жильцов в нем нет. Решила множество натуральных чисел, что будет само в тени нажить. Зашла, обосновалась, навела порядок, а на крышу флажок повесила. Какой вы флажок ввесите? Так, вешайте на крышу. Эта буква была именным первом нашего множества. Живет множество, поживает. Четные числа от нечетных перебирает. Так, ну-ка, четные числа влево. Кто четное число влево, а нечетные вправо. Ну я под себя говорю, лево-вправо. Получилось? Так, где у нас четные и нечетные? Так, как вдруг стук двери нас дается? А следом и вопрос дается. Кто в перемочке живет? Кто в ремесическом живет? Это я, множество натуральных чисел. А ты кто? А я, множество целых отрицательных чисел. Да еще со мною ноль. По дороге прибился. Наверное, с пунктизом пузлился. Пусти нас беремо. Будем вместе жить. Вычисления вершить. А вдруг малопаду, малоподумала множество натуральных чисел. Да и согласилась. Одному-то хорошо, а не в тельсерея. Пригласила она в гостя в дом. А гости говорит. Вас пригласили уже. Раз мы с тобой теперь вместе жить будем, что нам надо общее название придумать и модный герб подобрать. И решили это называться третьим множеством каких чисел? Целых. И выбрать для своего флажка уже другую букву. Букву целую. Живут не дружат, а очень даже дружат. Натуральные числа нашли себе пару противоположных. Среди отрицательных букв по парам разбились каждый себе пару нашел. Пару нашел. Все пары нашли? Так, пары все нашли. А кто пару себе не нашел? Ной. Ной не нашел. Правила новые для сложения, почитания, установения. Уже об украшении подумывают. Как вдруг снова стук в дверь. Кто-кто в теленочке живет? Кто-кто в эфритическом живет? Это я множество целых чисел, а ты кто? А я множество чисел дробных. Спиталась я долго по порядку пространства. Устала так много видеть, перестала. Пусти меня к себе жить. Ладно, заходи. Теперь мне еще много места осталось. Объединилось множество дробных чисел с множеством целых. Стали называться рациональными, что означает разумными. А флажок над выше снова поменяли. Теперь нам красовалась такая буква. Живут, не плачут, не рыдают, а математику дальше развивают. Дроби поделите на правильные и неправильные. Ну-ка, что у нас правильная дробь? Правильная дробь, вперед, выходите. Правильные дроби. Есть у нас правильные дроби? Так, а неправильные дроби? Неправильная дробь. Есть и правильные, и неправильные. Для каждого числа нашли взаимообратное. Кто нашел до своего числа взаимообратное? Так, вперед выходите. Раз, ну с парой еще есть взаимообратное? Так, где еще взаимообратное? Вот взаимообратное. Пары. Так, хорошо. Только он с обняком остался, искал себе пару, отказался. Много дел переделали, много примеров перемешали. А теперь слушаем примеры. Называю примеры. В доме прячется пример. Те, кто герои, выходят вперед. Итак, минус 6 плюс 4. Возьмите плюс за 1. Минус 6 плюс 4. А что получится? Вы должны... Минус 6. Минус 6. 4 есть у нас? Выходите. Плюс 4. Ну, 4 плюс минус 6. А кто? Сумма. Сумма. Кто этих чисел? А где сумма должна быть записана? Так. То есть, на какое свойство сейчас мальчики показали? Переместительное. 4 плюс минус 6 будет минус 2. Минус 6 будет минус 4. Так, хорошо. Следующее. 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 Минус 3,5. Минус 3,5. Плюс 1 вторая. Так. А какая чему будет равна эта сумма? Минус 3,5 плюс 1 вторая. Думайте. На. 4. Минус 3,5 плюс 1 вторая. Нет. Нет. А 6 вторая это какое число? Минус 3,5. Это 3,5. Вот она пришла сумма. Максим, давай. Рано вышел. Так. Хорошо. Следующий пример. Минус 1 третья. Минус 1 третья. Минус умножить на 3. Минус 1 третья умножить на 3. Так. Ну, чему будет равно? Минус 1 третья умножить на 3. Кто заснул? Кто заснул? Где? Маша. Какое произведение должно получиться? Минус 1. Так. Хорошо. Спрячемся в доме. Итак. Много примеров перерешали. Арифметический теремок обрел своих постоянных жильцов. И с ними вы ближе познакомитесь на уроках алгебры. Правда, в доме кланялось еще огромное множество иррациональных чисел во главе с числом Пи. Да только в арифметическом теремке места уже не было. И с трудом уговорили рациональные числа эту грозную аммию не крушить их жилища, а построить себе рядом с этой большой дворец и пригласить всех туда. Но это, кстати, уже совсем другая история. И продолжим эту историю в 8 классе. Вот и сказки конец. А кто столько молодец. Всем артистам спасибо. Можете присаживаться на местах. Вот сегодня мы поприлили ролик чисел. Пока. Пока.